Эти люди не ищут легких путей. Если тропа, то на краю пропасти. Если мост, то из одного троса. Для российских горных стрелков это цветочки. А ягодки начались после антитеррористической кампании на Северном Кавказе. В ущельях и пещерах до сих пор скрываются бандиты и террористы. Ни танки, ни артиллерия достать их не могут. Только бойцы, вооруженные автоматом, ключами и веревкой. Поэтому в 2005 году в российской армии было создано два горных подразделения. Как раз сейчас в Карачаево-Черкесии одно из них проходит альпинистскую подготовку. Как тренирует боевых скалолазов Дмитрий Демьяненко. Гора Ахмед-Кая. Это место для полигона выбрали не случайно. Отвесная скала высотой более полутора тысяч метров отлично подходит для того, чтобы испытать свои силы и проверить сноровку. Отважившись отправиться в поход вместе с военными, мы не предполагали, что будет так тяжело. Через пару часов лазанья по скользким горам буквально выбились из сил. Но даже в таких суровых условиях боец должен в любую минуту быть готов к бою. Инструктор ставит боевую задачу. Закрепиться на высшей точке и держать оборону. Руководит процессом подготовки Сергей Котельников. Он учит новобранцев самому сложному. Храпкаться по отвесной скале и при этом вести огонь по противнику. Ну адреналин как бы играет. Страх, во-первых. Ну главное это преодолеть. Страх преодолеть и в принципе ты справишься. Справляются не все. Многие из солдат-контрактников горы увидели впервые. Кто-то не выдерживает физически. Кто-то, отслужив 2-3 месяца, понимает, что совершил ошибку при выборе профессии. Но это скорее исключение. Тот костяк, который есть из числа, в способен, во-первых, выполнить ту задачу, которая перед ними стоит в любое время. Года, суток. А в то же время передать те знания и тот опыт молодым ребятам. А это уже бой в ущелье. Горные стрелки устраивают засаду на дороге. Взрывают танки, расстреливают колонну условного противника. Война в горах и на равнине большая разница. Без альпинистской подготовки среди скал никуда. Помимо оружия и боеприпасов, в снаряжении каждого бойца входят тросы, крючьи, ледорубы. Вес экипировки может доходить до 50 килограммов. Ботинник, который выдерживает температуру до минус 40 градусов. Это утепленные куртки, это спальные мешки. Плюс те средства связи, те средства навигации, которые позволяют военнослужащему определить и свое местоположение, и при необходимости выйти на связь. Пока горное дело в российской армии только набирает обороты. Ему всего 6 лет. За это время удалось обучить более 4 тысяч горных стрелков. Дмитрий Демьяненко, Марина Сасика, Евгений Шагенов. Союзники Карачаево-Черкесия. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на сайте www.mir24.tv. Я напоминаю, программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19 часов 40 минут. Не опаздывайте.